Всем привет! Это краткий обзор механического стадикама Vodlan Meg 205. Если помните, я делал обзор на 204, то это более усовершенственная версия. В общем, чтобы это видео не растянулось на 10 минут, как предыдущее, я постараюсь сразу рассказать о плюсах этого стадикама по сравнению с 204 версией. Поехали! Итак, сразу хочу внести ясность в то, что я не буду здесь перечислять все его достоинства данного стадикама. Если вы хотите узнать, чем он отличается, к примеру, от других китайских, вы можете пройти по ссылке. Я, конечно же, оставлю в описании. Там будет полный обзор, он где-то 10 минут. Вот, скорее всего, он вам надоест. Но здесь я сразу же скажу об одном достоинстве, которое, в общем, отличает тот стадикам от этого. В общем, здесь у нас установили уже, то есть, вот такой вот регулятор. Вы можете опускать основной подшипник центральный, можете опускать его вниз или же вверх. То есть, у нас тут легко откручивается, вот, и вы опускаете. Это помогает тем, что вы можете сразу же, если вам нужно будет перевернуть камеру, снимать с нижней точки. То есть, вы можете сразу, чтобы вам не перенастраивать полностью грузики, то есть, с нижней площадки, вы можете сразу же опустить подшипник и переворачивать уже камеру, снимать с нижнего положения. То есть, это очень удобно. И второе, это то, что вам не нужно так много грузиков. К примеру, у нас всегда в комплекте идет с Водланом по два грузика. Опускание вот этого подшипника компенсирует навешиванием, то есть, большого количества грузиков. Вот так вот. Здесь осталась та же самая удобная площадка для установки камеры. И хочу сказать, это лучшая площадка, которую я видел среди китайских стадикам. То есть, она здесь у нас плавно настраивается, не ходит туда-сюда. И есть также страховка на случай выпада камеры. И она, кстати, отлично работает. Вот. То есть, мы открутили, и у нас камера точно не выпадет. К примеру, у моего старенького стадикама, тоже китайского, Юланжи S60T, однажды было, что я наклонил камеру слабо перед кроватью, и у меня камера, в общем, слетела прямо на кровать. Слава Богу, что не на асфальт, в общем. За предоставленный стадикам на обзор огромное спасибо магазину Гокс в Украине. Так что, если вы захотели уже купить данный стадикам, вы можете пройти по ссылке, я оставлю в описании. Также я постараюсь найти его на Алиэкспресс, хотя их там очень мало. И чуть не забыл, у нас еще также идет в комплекте сумка. Вот такая одна, чересчур большая. У нас, получается, стадикам здесь гуляет со стороны в сторону. То есть, сюда можно даже, я бы сказал, еще два или три, может даже таких же стадикама вместить. Но, может было, конечно, сделать поменьше сумочку. К примеру, у того же стадикама Pius P60T сделали сумку более компактную, если вы помните обзор. А здесь, в общем, у меня даже поместился мой штатив Velban CX888 вместе с чехлом. Так вот, в общем, я и пришел сюда вот в лес. Итак, это, в общем, все, что я хотел сказать про данный стадикам. И, конечно же, советую посмотреть вам тестовое видео, которое снято при помощи этого же стадикама и камеры KN600D. И там я, как бы, менял объективы, но все это я укажу в этом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok